Раскрывая тему создания философии, новой идеологии для цифровых кочевников, в свете цифровизации хотелось бы заострить внимание на следующих моментах. Любая трансформация должна начиняться прежде всего с изменения образа мышления, с изменения привычки, с изменения программ поведения. Поэтому цифровая трансформация — это прежде всего изменение ментальной готовности общества по принятию и адаптации к изменениям. Это процесс, и процесс на самом деле долгий. От привлечения внимания к созданию новой философии, к созданию интереса, до повышения информированности, вовлечений и непосредственного действия. Прежде всего нужно начать с самого себя. Частый вопрос, как стать частью цифровой трансформации, что нужно изменить. Во-первых, это продать самому себе идею важности и необходимости принятия изменений. Далее, четко сформировать свою жизненную позицию на том, что придется постоянно обучаться, обучаться на протяжении всей своей жизни. Ведь цифровые навыки — это новый формат комфорта, это новый формат удобства получения государственных услуг, новый формат взаимодействия невидимого, бесконтактного взаимодействия государства с человеком, государства с частным сектором. Это удобство, связанное с оплатой, с электронной оплатой услуг, масштабирование бизнеса и так далее. Цифровая экономика — это экономика данных. И сегодня очень важно за цифрой видеть не просто человека, какие-то рейтинги, индексы и так далее. Очень важно видеть причинно-следственную связь. Очень важно понимать поведенческие тренды, мотивы, да и просто эмоции человека. Ведь на самом деле просто данные — это не есть новая нефть. Анализ данных и принятие решений на основе данных — вот что важно. Нужно четко понимать, что сегодня в дичитал эпоху формируется новый профиль успешного гражданина, смарт-гражданина. И этот профиль и смарт-гражданин рассматриваются как основная часть успешного государства и смарт-общества. Из-за скорости изменений этот процесс приходится реализовывать революционно, а не органически. Сегодня решать проблемы каждого гражданина, социальные проблемы, проблемы общества и глобальные проблемы можно и нужно с помощью цифровых технологий, с помощью дата, искусственного интеллекта. И это уже не эфемерное будущее. Это сегодня наше настоящее. И, наконец, вы должны четко принять решение — либо вы влияете, либо вы контролируете, либо вы носитель изменений, либо за вас будут рисовать ваш сценарий жизни.